Я сегодня начну про лоны рассказывать, что-то там расскажу, а потом, значит, в качестве вот этих пунктов начну про солитон рассказывать. Так вот, поскольку курс про солитоны у магистрантов был, в общем, им ходить не обязательно, ну, если что-то вспомнить, разве что. Я это так сжато расскажу в целом вещи, вот, но для магистрантов я хочу прочитать вот хотя бы там пару лекций отдельно, вот, поэтому нам с вами надо будет договориться, в каком формате, когда мы это все устроим. Ну, видимо, со следующей недели, на этой неделе, потому что не будем суетиться, а вот, на следующей неделе нам надо с вами договориться. Ну, вот, ну, ладно, давайте, есть вопросы по такой вот части? Значит, в каком формате зачет будет проходить? Давайте мы это поближе к делу, да? Ладно, а контроль, ну, вот, на перерыве тогда возьмете два варианта. Следующую национальность? Нет, нет, ее надо сделать... Так, ну, давайте, ну, вот, за неделю до зачета надо мне ее показать, чтобы у вас было время переделать еще, да? Если что-то неправильно. То есть, ну, реально, это вот две-три недели у вас есть. Ну, ладно, контрольная, на мой взгляд, не очень сложная, поэтому, значит, у большинства народа трудности не должно быть при ее решении. Ну, ладно, тогда пойдем дальше. Итак, мы с вами первую часть посвятили точечным системам, то есть движению частиц. А вторую часть мы посвятим распределенным системам, то есть процессом, который разворачивается не только в пространстве, не только во времени, но и в пространстве. Вот, мы будем рассматривать поведение различных полей, причем, опять-таки, будем концентрироваться не на конкретных физических системах, а на таких, скорее, парадигмах, общих моделях каких-то, там, идеях. Вот. Ну и начнем, значит, мы изучение... Да, будем в основном волн рассматривать. Стационарные волны. Вот, поскольку у нас времени на остальное уже нет, значит, будем рассматривать волны. И начнем рассматривать, значит, параграф первый. Волны переключения бестабильных средств. Волны переключения бестабильных средств. Вот. Ну, сначала такие общие слова. Мы будем с вами вот в этом параграфе рассматривать так называемые активные средства. Да, вот, и стабильные средства, я про них как-то не скажу, они относятся к классу активных средств. Значит, это распределенные средства. Ну, ну, сама среда, это означает, что распределенное какое-то поле имеется, да, в пространстве. Вот. И эти среды отличаются, как бы, двумя такими характерными вещами. Во-первых, в них всегда есть распределенный источник энергии. Активная среда, значит, там есть источники энергии в этой среде и есть диссипация. Ну, с точки зрения физики, это открытая система, да. Вот. Ну, примерами активных сред могут являться, допустим, среды, где происходит горение. Значит, вот, когда там вес горит, да, есть источник энергии, собственно, это вот, деревья, да, горящие. И есть термостат окружающего среда, куда кислотан-то будет не находит. Значит, ну, или другим примером таких сред могут являться, ну, какие-нибудь популяции, распределенные на реалии, да. Значит, где происходит постоянное рождение и смерть особей. Ну, вот, значит, ну, вот, рождение, это, как бы, энергия, да, а смерть, это, соответственно, диссипация. Вот. Ну, или какие-нибудь химические реакции. Еще один пример. Химические реакции, вот, их можно производить в разных условиях, ну, в частности, например, можно поддерживать так, создавать такие условия, что, значит, число реагирующих компонент будет поддерживаться на определенном уровне, да. Вот, то есть, тогда, чтобы так происходило, в систему должны поступать реагенты, да, вот, а в результате реакции они, как бы, выводятся из этой системы. Ну, или, скажем, еще один пример, это, вот, системы с диффузией, да, где есть тоже внешние какие-то источники частиц диффундирующих в системе или какие-то внешние стоки. То есть, ну, вот, все это, вот, такие примеры, значит, активных сред, ну, и, вот, как правило, значит, такие среды удобно описывать с помощью, ну, такого, уравнения диффузии с источником, да, то есть, вот, значит, уравнения вот такого типа. Ну, вот, пусть у нас есть какое-то пространственно распределенное поле УПТ, да, и, значит, уравнение, которому оно удовлетворяет, это уравнение вот такое. Ну, значит, это уравнение типа диффузии, да, уравнение типа диффузии, да, уравнение типа диффузии или типа теплопроводности, а про диффузию не рассказывают, да? Ну, значит, диффузия, это, как бы, такой процесс, когда частицы перемещаются по среде, да, в результате чего-то может изменяться и концентрация, да, вот, хаотическим образом как-то они перемещаются, ну, могут какие-то там градиенты быть в среде, и, значит, вот, в результате этого меняется концентрация. То есть, если идет речь о диффузии, то, значит, О, это, ну, там, концентрация, например, да, или плотность каких-то частиц. Если идет речь о температуре, да, если диффузия, то тогда А это коэффициент диффузии, да, вот. Ну, а Ф, это, значит, какие-то там источники либо характеристики среды, которые происходят здесь. Значит, если речь идет о температуре, то тут О – это поле температур, да, а, соответственно, коэффициент температуро-проводности, температура-проводности. Ну, тогда, значит, ФРТУ можно там считать источником тепла, да, тепловой источник. Ну, и это вот, как бы, почему эта модель общепринятая? Ну, потому что, вот смотрите, вот этот вот первый член правой части, дельта здесь операторного класса, да, операторного класса. То есть этот член характеризует, ну, пространственное распределение, что и более умное, да, то есть он связан с пространственным движением. Если мы его выкидываем, то мы получаем просто одномерное динамическое уравнение, да, то самое, которое мы изучаем. Вот. И в одномерных системах, ну, вот мы получаем динамическое уравнение, которое описывает движение такой системы, да, и ничего другого быть не может. Вот. Ну, я имею в виду фазовое пространство. А теперь, если мы собираемся с вами еще рассмотреть, ну, какое-то пространство, то есть, когда мы выкидываем, мы фиксируем точку, да, точку R. Вот. А если мы собираемся еще рассмотреть движение в пространстве, то тогда мы должны учитывать, ну, каким-то образом вот это пространственное распределение, ну, и вот один из способов, это не единственный, мы и другие рассмотрим, состоит в том, что у нас происходят в пространстве процессы типа диффузии либо типа теплопроводности, да, вот такого типа процесса. И тогда мы вставляем вот такое члено, получаем вот это вот пространство. Вот. Ну, то есть вот А мы будем называть дальше обобщенным коэффициентом диффузии, да. Ну, а функция f, она, вот как я уже говорил, значит, описывает там источники, какие-то там свойства среды и обратную связь там между, допустим, различными процессами, которые в среде, как можно. Это вот то, что касается активных сред вообще. Дальше мы рассмотрим с вами конкретный тип активных сред. Это так называемые бестабильные среды, бестабильные среды. Что это за среды? То есть, ну, вот дальше все активные среды, по сути дела, отличаются видом функции f, да. Значит, мы задаем функцию f и тем самым мы задаем, ну, какую-то активность. Так вот, бестабильная среда – это самый простейший тип активных сред, где функция f имеет следующий характерный график. Значит, f от ни. Ну, значит, давайте, ну, вот, например, вот такой характерный вид функции, качественный, да, функция f ведет себя таким образом. Давайте посмотрим на этот график с точки зрения динамики, то есть с точки зрения вот того, чем мы с вами занимались до этого. как видим, здесь у нас есть три положения равновесия, то есть рассмотрим, то есть зафиксируем теперь точку r, да, и тогда у нас уравнение будет вот таким, и уз точкой равно f от u. То есть вот эти вот воплосян, да, обращаются в ноль, не рассматривая движения в пространстве. И тогда мы получили вот ту самую одномерную динамическую систему, и она имеет три положения равновесия, значит, положение равновесия уз точкой равно нулю, и, соответственно, это будет нулю. Значит, и положение равновесия u1, u2 и u3. Что можно сказать об устойчивости этих положений равновесия? Мы с вами уже обсуждаем. Ну, по-1, ну, устойчивость. То есть устойчивость определяется знаком производства. Да, значит, вот d, f, u, du, точки u1 и u3, да, отрицательные. Значит, точки u1 и u3 соответствуют устойчивым положениям равновесия. А, значит, в точке u2, d, f, u, u, и в поражительные. Ну и, следовательно, u2 это неустойчивость. Ну и, соответственно, фазовый портрет, если его рисовать, да, стрелочки мы должны вот так расставить. Вот так, да. Вот сюда, да. У-1, u3 стрелочки направлены из u2, да. Ну вот. Ну а теперь мы как бы, если мы учитываем пространственные переменные, мы как бы рассматриваем распространение, ну вот, значит, на каких-то процессах не только во времени, но и в пространстве, да. Будем теперь вместо функции f ввести другую функцию, давайте мы ее обозначим фи, большое, фи, это тоже функция, она, f, и которая связана с функцией фи в следующем образом, значит, f от у равно дфи по ду. Значит, фи это некий потенциал, ну, для поля у есть. Потенциал поля у. Значит, давайте построим график этой функции. Вот пусть f имеет такой характерный вид, а какой характерный вид будет иметь функция f, функция фи? Ну, совершенно, значит, верно. Ну, правильно, значит, f это действительно, ну, можно так вот, если у нас там, допустим, от нуля общится, то это вот что такое, это от нуля до у, там, да, значит, значит, ну, f на у, давайте мы с чертой переменной интервью. Ну, первообразную, конечно, тут как сосчитать? Ну, нам надо опять экстремум рассмотреть. Давайте рассмотрим, что происходит с функцией f вот в этих самых точках у 1, у 2 и у 3 в положении равновесия. Значит, первые производные, да, в этих точках, значит, d, φ по d, у, там, в точках у и у всех, да, значит, п у нас изменяется 1, 2, 3, там, равны f от у и у и у и равны нулю. То есть это, раз первые производные от фи равны нулю, то это точки экстремума, да. Значит, положение равновесия, это точки экстремума потенциала. Так. Ну, а что происходит со вторыми? Вторые производные, d, 2, φ по d, u важны, значит, ну, ладно, в каких точках мы потом расставим, они равны просто, значит, d, f, u, d, u, да. Ну и, соответственно, если мы берем точки u1, u2, u3, да, то d, f по d, u в точках u1 и u3, как мы с вами выяснили, отрицательную. Не, ну, да. Значит, что это за точки, если вторая производная отрицательная? Максимум. Максимум, конечно, максимум. Ну, а производная, значит, производная в точке, значит, вторая производная, d, 2, φ по d, u, дважды, в точке u2, которая равна dc по d, u в точке u2, будет положим. И это, соответственно, удается, что минимум. Ну и таким образом, значит, какой-то характерный график потенциала, соответствующий вот такой функции f, это у нас вот такое. то есть тут как расположены максимумы друг по отношению к другу по-разному, может быть. То есть тут я нарисовал случай, когда у нас u1 больше, чем u3, но может быть и наоборот. У3, может быть, больше, чем u2. Ну вот, итак, значит, это график f. Итак, бестабильная среда – это среда, которая имеет два положения равновесия, u1 и u2. Поэтому она бестабильная и называется. Ну и, соответственно, ее можно описывать вот с помощью потенциала φ, где вот этим положением равновесия соответствует максимуму потенциала. Ну, положением устойчивого равновесия, да? Одно неустойчивое, ну вот, я про устойчивость. Устойчивым равновесием соответствует два потенциала. Ну и поэтому в такой среде возможны различные процессы, связанные с переходом из одного положения равновесия в другое. Да? Вот активность среды в этом состоит, что возможны всякие переходы между положениями устойчивого равновесия. Ну и давайте, значит, мы рассмотрим такие процессы. Вот. И, значит, мы с вами ограничимся одномерным движением, да? Так, когда у нас пространство не трехмерное, да? Одномерное. Тогда вот этот вот воплассиам У, да? То есть У, считаем, что у нас теперь зависит от XT, значит, и это D2, ну, он и X. Вместо оператора воплассы здесь будет стоять просто такая вторая частная производность. То есть уравнение диффузий примет вот такой вид. Ну и, а вместо функции F1 можно сразу же подставить вот эту производность. И дальше рассуждать не на языке функции F, а на языке потенциала F. Ну, помня, что вот здесь, в максимуме потенциала, как ни странно, у нас устойчивые равновесия. Да? Ну, вот так потенциал. Если бы мы взяли со знаком минус, было бы V. Да? А, мы со знаком минус. Значит. Так. Ну, хорошо. Мы рассмотрим вот заявленные, дальше мы рассмотрим заявленные в начале параграфа, волны переключения. Значит. Для этого, ну, то есть волна переключения – это вот и есть, собственно, переход между, значит, состоянием U1 и состоянием U3, да? Состоянием системы в точке U1 и состоянием в точке U3. Значит, зададим следующие граничные условия. То есть у нас есть уравнение какое-то типа диффузиума, оно нелинейное, да? Поскольку φ у нас, значит, вот такая довольно сложная шумица. Граничные условия следующие. Пусть у нас U при х, стремящемся к минус бесконечности, да? Равняется U3. Так. У один, давай. У один. Вот здесь. Система далеко-далеко находится вот здесь. Ну, либо, значит, можно по-другому еще задать. Неграничные условия, а как альтернативу, например, можно задать, что х там в бесконечный момент времени находится вот в точке U1. А мы будем в ограниченную условию. Значит, U при х, стремящемся к плюс бесконечности, равно U1. То есть процесс движется в пространстве, на минус бесконечности он находится вот здесь. А на плюс бесконечности он находится на минус бесконечности U1. А на плюс бесконечности переходит в U. То есть наш процесс — это, значит, процесс движения из состояния U1 в состояние U3. И будем считать, что этот процесс осуществляется в виде распространения некоторой стационарной волны. Стационарной волны. Что это означает? Это означает, что зависимость U от х и т, значит, следующее. У зависит от х через какую-то переменную кси, где кси равно х минус ct. Ну, как в волне, да? Кси — это фаза какая-то волна, да? А c — это скорость, базовая скорость. То есть поверхность постоянной фазы у нас х равно ct, да? И это вот поверхность постоянной фазы с течением времени распространяется в пространстве. Но волна у нас нелинейная, поскольку функция R нелинейная. Ну, давайте. Итак, если мы считаем, что у нас вот такой волновой процесс, стационарное волнование, которое в системе существует, то тогда мы можем переписать через переменную кси наше вот это уравнение в общем. Значит, для этого ищем производные. Ду по дт. Правда, чему? Значит, если му у нас зависит от кси, а кси зависит от п. Значит, это производная сложной функцией. Ду по дкси, да, дкси по дт. Дкс по дт — это минус c, правильно? Значит, минус c, а производная ду по дкси — это ду по дкси — это ду по дкси, дкси по дкс. Дкси по дкси по дкси — это единица. Значит, это просто уштинг. Ду по дкси — это уштинг. Ну и, соответственно, там вторая производная ду по дкси по дкси — это пункт х. Ну и тогда уравнение вот этого типа диффузии, которое мы рассматриваем, мы можем переписать следующим образом. Давайте мы его запишем вот так. А у два штриха оставим это в одной части уравнения. А все остальное, значит, дфи по ду перенесем в другую часть уравнения. Значит, у — минус дфи по ду, значит, минус c у штрих. И спрашивается, а чего-то нам это напоминает наверняка? Да? Что напоминает? Ну, это гармонический сциллятор. Ну, где осциллятор-то был с вами? Ну, чтобы осциллятор был — это надо фиг конкретно. А тут еще, смотрите. Ну, он не гармонический, то есть вот она… Линейное сциллятор. Ну, да, это линейное дифференциальное сциллятор. Какие же оно линейное? Ну, друзья мои. А, ну, смотря какая… Да. Фи. Ну, да, фи. Ну, в общем, это у нас… Хорошо, фи произвольно. Что это? Ну, это у нас система с затуханием. Так, смотри, совершенно одна. Ну, второе запомнил. А, ну… Правильно? Ну, смотрите. Рем х на точку равно минус Ру уже х. Значит, если диссипация есть минус μ с точкой. Правильно? Второй закон Ньютона, где есть потенциальные силы, да, и силы диссипации, динейные диссипативные силы. Вот. И, таким образом, вот, наши эти стационарные волны, по сути дела, сводятся к исследованию некой динамической системы. И, вообще, вот это характерно для стационарных волн. Как правило, значит, рассматривая стационарные волны, их можно свести, ну, вот, там, к чему-то такому. Ну, либо ко второму закону Ньютона, либо там к исследованию какой-то другой динамической системы. И отсюда мы можем с вами провести аналогию, да, между, вот, значит, механикой и движением, распространением стационарной волны в бестабильной системе. То есть в качестве массы у нас выступает обобщенная диффузия, коэффициент обобщенной диффузии. Значит, в качестве координаты Х выступает вот эта полевая переменная. В качестве времени Кси, да? Значит, в качестве времени Т у нас выступает Кси. Значит, ну, в качестве потенциальной энергии У выступает потенциал Фи. Ну, а в качестве вот этого коэффициента диссипации, да, это скорость волны. Скорость волны – это аналог коэффициента диссипации в такой системе. Вот. Ну и раз так, значит, то мы можем дальше, ну, вот этой аналогией с механикой ограничиться. Вот только давайте еще, то есть вот мы получили уравнение для стационарной волны, да, Ну, давайте переформулируем граничные условия для этого уравнения. Ведь У у нас теперь зависит от Кси, да? Значит, Х входит, значит, в зависимость У через Кси. И мы должны граничные условия вот эти через Кси сформулировать. Ну, очень просто, значит, очень просто, конечно, это делать. Потому что, когда у нас Х равно плюс-минус бесконечности, там, при заданном времени, Кси равно тоже плюс-минус бесконечности, да? И поэтому, значит, мы можем записать в качестве граничных условий такие. Значит, У, там, при Кси, стремящемся плюс-минус бесконечности, равно У1, а У, там, при Кси, стремящемся плюс-минус бесконечности, равно плюс-минус. Вот так. Ладно. Ну, давайте теперь качественно проанализируем, какие здесь процессы возможны, да? Ну, и вот еще получим выражение для скорости С волны. Ну, вот общее выражение для С, чтобы найти, давайте мы рассмотрим вот теперь вот это вот уравнение, да? Вот при этих граничных условиях. И поступим следующим образом. Умножим это уравнение на У штрих, да? Обе части. Тогда У 2 штриха, У штрих, мы можем записать как Д под Экси от чего? У квадрата по полам, У штрих квадрата по полам, да? Ну, то есть это, по сути дела, там, кинетическая энергия, да? Ну, а, соответственно, Дфи под Экси на У штрих, да? Это просто Дфи под Экси. То есть, и тогда мы можем, значит, вот это вот наше уравнение после перемножения на У штрих записать вот таким образом. Значит, Д под Экси вносим, значит, А У штрих в квадрате по полам плюс Фи, да? Равно минус С С на У штрих. С на У штрих. Интегрируем. Ну, кстати, еще одно дополнительное условие давайте наложим на функцию У, а именно будем считать, что вот кроме этих граничных условий, будем считать, что первые производные от функции У штрих на плюс-минус бесконечности равны нулю. То есть это означает, что возмущение у нас локализовано в пространстве, да? На бесконечную, ну, вот, производная от функции локализована в пространстве, да? Поскольку она равна нулю на бесконечности, ну, а где-то там, значит, между этими бесконечностями, вот, приходится основная часть поля У. Так, значит, и тогда берем интеграл теперь от обеих частей этого равенства, да? Реон интеграл от обеих частей этого равенства по кси. Что? А, дуб-дуб в квадрате. Да, да, совершенно верно. Реон интеграл от обеих частей. А, ну, только без одной, второй, да? Удвоенная, совершенно верно. Нет, на самом деле вы правильно говорите. Это вот что. Ну, раз уж вы спросили, я себе позволю механику напомнить. Вот. То есть у нас закон изменения энергии, вот, в таких линейных диссипативных средах, там, был вот такой. В механике я это выводил, значит, минус 2d. Ну, вот оно и есть, да? Вот, минус 2d. Это вот аналог этого выражения. Вот. Так, ну ладно, давайте, кстати, да, вот раз уж тут, может быть, здесь уместно вот что еще написать. Прежде чем... Да ладно, потом. Хорошо. Итак, берем интеграл. Значит, берем интеграл. Значит, пользуясь тем, что вот так, значит, мы... интеграл в окси в минус бесконечности дфи в бесконечности от обеих частей разницы. Пользуясь вот этим дополнительным условием на производное, мы видим, что на пределах интегрирования первый член вращается в ноль. Дальше, а вот интеграл от минус бесконечности до бесконечности дфи по декси. Да? Значит, чем нам нравится? Это фи на плюс бесконечности. Но фи у нас зависит от у. А у на плюс бесконечности это у3, да? То есть на верхнем пределе на плюс бесконечности это фи от у3, да? А на нижнем пределе это у1. Фи от у1. Фи от у1. Так, ну и давайте эту вот штуку обозначим буквами а. Вот она для нас будет иметь ключевую роль при вычислении скоростей, при вычислении скорости движения, да? Буква а. Вот это фи и 3 минус фи у1. Итак, значит, после взятия интегралов в левой части у нас остается а, а в правой минус с интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности у штрих в квадрате до си. Вот это общее выражение для скорости. Отсюда находим скорость. Ну, значит, как правило, вот это вот знаменатель положительный, да? Вот такие интегралы, ну, работают в классе функций, где вот такие интегралы положительные. То есть знаменатель положительный. И, следовательно, знак скорости определяется числителем. Ну, смотрите, вот если мы берем наш случай, который я изобразил, у1 больше чем у3, здесь а какой знак имеет? Фи в точке у1, вот он, да? А в точке, значит, вот это, фи у1, а это фи у3. Соглас по поводу. Значит, фи у3 ниже, значит, отрицательность нам, да? Меньше нуля. И, значит, вот для таких вот возмущений С у нас будет больше нуля. То есть мы в этом случае имеем волну, распространяющуюся в положительном направлении оси. С вот сюда направлено. Если знак другой, да, когда у нас фи ву3 больше, чем фи ву1, да, то а у нас будет тогда положительно, и С будет отрицательным. И в этом случае мы получим волну, распространяющуюся в другую сторону. В отрицательном направлении оси. Ну давайте, если есть вопросы по контрольной, тогда после пары, значит, нуку по содержанию билета. А сейчас продолжим. Ну давайте рассмотрим теперь, да, значит, мы выяснили, что ну вот тот факт, будет O1 выше или ниже, чем внутри, сказывается на скорости всего лишь, да? Поэтому можно рассмотреть, ну вот нашим случаем, который я тут изобразил. Пусть у нас вот для определенности дальше, значит, ну, фи там от кула 1, вот так, больше либо равно фи от внутри. И вот видно, что случаи, когда они равны, это как бы отдельный случай. В этом случае у нас скорость равна нулю, да? То есть если A равно нулю, тогда вот здесь знак равенства реализуется, то скорость равна нулю. И мы имеем дело со статическим случаем. Давайте мы этот статический случай рассмотрим отдельно, тем более, что он нам пригодится. Ну просто вот фазовый портрет, значит, вот в этом статическом случае мы вообще нарисуем. Фазовый портрет и сделаем. Итак, пусть у нас первый случай, который мы рассматриваем, а равно нулю. В этом случае фи от у 1, а потом фи от у 1. И, соответственно, график фи от у 1, вот такой. Он необязательно симметричный. Но здесь важно, что, значит, вот эти максимумы у нас равноуровневые. Разноуровневые. Одно и то же уровень. Таким. А на одной и то же высоте. Так. Значит, ну фазовый портрет уже просто. Давайте подорвать этот счет фазовый. Что здесь будет? Давайте у 1, у 2, у 3. Значит, мы рисуем у штрих, у фазовый, соответственно, у 1 равновесия, у 2, у 3. Значит, у 1, что за равновесие? Да. Крест. Ну, как называется? Ну, в самом начале она была у нас устойчивой. Ну, лошадилная фамилия рассказ Чехова. Помните? Ну, понятно, цепло. Так, а че, 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 че? Ну, в начале она у нас была устойчивой. Она устойчива относительно уравнения. Не устойчивый узел. Значит, устойчивая. Но это тут. Относительно этого уравнения она устойчива. Мы теперь другое же рассматриваем, да? Вот же у нас уровень. Поэтому тут, как бы, относительно вот этого, это седло. Да. Значит, седло. Значит, седло, это вот трестик, да? Ужди, мы показываем. Значит, дальше. У 2. Минимум. Минимум, что соответствует? Центр. Центр. Ну, и, значит, внутри тоже седло. Значит, поскольку два седла на одинаковом уровне, то они соединяются с сепаратрисой, да? С одинаковым, вообще, да? Они соединяются с сепаратрисой. Значит, это вот такая сепаратриса. Ну, и, соответственно, левее и правее у нас движение инфинитное, да? Ну, и выше, и ниже тоже инфинитное движение. Значит, вот такой фазовый портрет. То есть, выше инфинитное пролетает, да? Частицы нигде не застревают. И пролетает. Летает либо вправо, либо вправо. Стрелочки как нарисовать? Ну, проще всего, вот… По часовой. Да, они по часовой, но почему? Сельдатор. Да. Вот здесь, да, вот такого типа уравнения, как правило, так, но все равно, значит, почему? Вопрос остается. Ну, то есть, если здесь полная аналогия с Лихаником, то тогда уравнение Гамильтона можно записать? Ну, так оценить направление… По аналогии… Ну, вот смотрите, если мы запишем нашу систему, вот эту вот, как динамическую систему, то есть не как одно уравнение, а как систему двух уравнений, да? То у нас получится, что… Ну, вот у у нас там х1, а у 2 – это у штрих, да? Тогда мы получим одно уравнение, значит, это вот х1 с точкой, да, значит, х1 с точкой равно х2, да? А второе, если уравнение х2 с точкой равно, ну, там, ну, там, минус дфи, там, q, минус цх1, вот так, дтх1, х1 с точкой, да? Вот так. Вот у нас система получилась такая. Но для нас важно первое уравнение этой системы. Первое уравнение этой системы, что из него можно сделать? Какой вывод? Если х2 больше нуля, верхняя полуплоскость, то х1 с точкой возрастает, да? А раз х1 с точкой возрастает, стрелочка в сторону возрастания х1, да, в сторону возрастания у. Ну, значит, в верхней полуплоскости все стрелочки направлены в сторону возрастания у. В нижней полуплоскости, где ху-штрих отрицательно, значит, х2 отрицательно. Наоборот, х, производный отрицательно, и х1, соответственно, убывают. Стрелочки направлены вот так. Ну и тут, соответственно, значит, так, вот так направлено, так, в нижней так, вверх вот так вот, да, и здесь вот так, и так. Сторон возрастания. Ну, соответственно, вот, значит, на оси У, вот у всех этих уфинитных, право- и лево-уфинитных фазовых траекторий имеются экстремы, либо максимум, либо минимум. Ну, вот, вот. То есть, вот фазовый портрет, вот вам в контрольной придется что-то такое там строить, поэтому будьте внимательны там. Ну, хорошо. Дальше. Это вот, что касается вот этого случая. Ну, теперь давайте качественно насмотреть другие случаи. Пусть у нас теперь А отрицательно, да, и мы рассматриваем процесс, который идет из точки У1 в точку У3. Ну, соответственно, при этом, значит, мы можем, пользуясь аналогией с механикой, считать, что вот у нас в точке У1 частица имела энергию φ от У1, да, вот здесь. В точке У1 энергия φ от У1. А в точке У3 энергия равна φ от У3, да, φ от У3. Значит, и это минус А, да, разница между энергией и минус А. То есть, вот здесь, видите, вот это вот расстояние как раз. Ну, кроме того, у нас есть в системе с механической точки зрения диссепация. Значит, при движении из одной точки в другую, да, из У1 в У3 энергия теряется. И здесь возможны разные случаи. То есть, пусть вот у нас потеря энергии, значит, при таком переходе равна Δε за счет диссепации. Значит, Δε это потеря энергии за счет диссепации при движении от точки У1 к точке У2. Теперь понятно, что возможны разные случаи. Если у нас диссепация большая, то есть, если Δε у нас больше, чем Δε, Диссепация большая. Что у нас происходит? У нас не хватает частицы энергии, чтобы до А долететь, правильно? И она вот где-то здесь в этой ямке застревает, и потом за счет диссепации вот в этот минимум угол падает. Правильно? Значит, кусок фазовой траектории в этом случае будет вот такой. Ну, опять рисуем. У штрих. У. Опять тут изображаем так вот. У 3, 2, 1. Вот так, извиняюсь, наоборот. У 1, 2, 3. Значит, из У1, если вылетит, то вот она так полетит, и здесь у нас что? Фокус. Да. Устойчивый фокус. Устойчивый фокус. Устойчивый диаметр. Ну, тем более, если обратный процесс из У3 вылетит, тем более она у У2 попадет. То есть вот так, то это стрелочка в другую сторону, да? В другую сторону, скорость в другую сторону. А если она вообще у нас за У3 попадет? Ну, в смысле, за У3, это другой случай. Это вот мы пока рассматриваем вот такое, когда диссепация здоровая. Правильно? Если диссепация маленькая, то она может перескочить через У3. Это вот следующий случай. Первый, там, второй случай. У нас вот то, про что вы говорите. В У3 меньше, чем в У3, да? Диссепация энергии у нас маленькая. Ну, понятно, что в этом случае у нас действительно, как вы правильно отметили, энергии много и частица может улететь за У3 туда. Да, да. То есть фазовый портрет в этом случае будет как-то. Но мы граничные условия задали, что на бесконечность, да? Вот. Этому условию не удовлетворяют. Вот это не удовлетворяет этому условию. И вот это вот ни первый, ни второй случай граничным условиям не удовлетворяет. А мы как раз и подбираемся к тому случаю, который удовлетворяет граничным условиям. Понятно? Итак, в этом случае мы качественно анализируем и видим, что, действительно, U1 не удовлетворяет граничным условиям. Если она выскочила, то она вот так как-то улетит на бесконечность из U1. А если из U3 выскочит, то можно вот так заскочить. Все-таки диссипация есть, поэтому движения из U3 затухаются. Ну и, наконец, возможен некий критический случай, третий, когда они в точности равны. Модуль ΔE равно, значит, модулю А. И в этом случае, действительно, частица расходует столько энергии в процессе движения, чтобы именно попасть в конце движения в точку U3. Значит, мы, соответственно, фазовый портрет, соответствующий этому третьему случаю, будет вот такое. Имеем U1, U3. Значит, там U2, U2. Поближе к U3. Надо рисовать. У2 поближе к U3. Значит, ну и вот так. Из U1 попадает в U3. Ну а если из U3 за счет диссипации, то по-прежнему тут затухает. Вот. Вот такая фаза. Вот. Ну это я сепаратрицей рисую. Понятно, что это сепаратрицей. Вот. Ну вот. Итак, только случай 3 удовлетворяет граничным условиям, поэтому мы его и рассматриваем. И вот этот случай 3, это и как раз есть волна переключения. Качественная эта волна что из себя представляет? Вот. Так. Качественная. Вот что такое. Значит, теперь мы рассматриваем движение, значит, U, ну там, от КСИ. У от КСИ. Значит, имеем здесь уровень U1. Так. Только тут, как бы, вот так. Ось. Вот так вот. Поскольку нам их вправо и влево. Значит, U от КСИ. Значит, U3. Вот так. U1 выше. И U3 меньше. Вот. Вот. Значит, СОН. У. И движение вот в этой области между U1 и U3 происходит. И волна, значит, на минус бесконечности, КСИ, к минус бесконечности, это U1, да? А потом, вот она, значит, в процессе движения, да? На плюс бесконечности, вот региб. Вот такой перегиб. У нас еще будет повод там поговорить про такого типа волны. Значит, если мы берем в качестве оси не КСИ, а ось Х, то эта волна движется вдоль оси Х со скоростью С. В положительном направлении. Ну вот это, собственно, и есть волна переключения. Да? Волна переключения. Это вот такой передип на фронте волны. Эта волна не уникальна. Такого же вида профилей имеют, например, ударные волны и кинки в теории солитонов. Значит, Кинг – это вот один из типов солитонов, а вот здесь еще ударные волны. Ну вот. Так. Сейчас у нас времени-то совсем много осталось. Ну ладно, давайте тогда остаток времени посвятим творчину. Вот чему. Ну давайте, вот раз я про ударную волну начал говорить, вот в принципе тут еще можно сказать, как приближенно скорости вычисляться. Но давайте, ладно, я это не буду рассказывать. То есть это как-то, так вот уже идем физически. Значит, а мы давайте тогда следующий параграф начнем. И назовем его так. Уравнение Бюргерса, 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 Бюргерса. И, значит, ударные волны. То есть, ну вот, как бы пример активной среды мы рассмотрели. Такой, значит, понятно, что вот в этих активных средах все упирается в функцию F, да. Вот в функцию F задаете разные процессы, получаете. Функция F, ну, берется из моделирования конкретной ситуации, которая здесь возникает. А теперь мы рассмотрим другого типа как бы среды. Это среды гидродинамического типа. Гидродинамического. Ну, и у вас гидродинамика была. Значит, знаете, уравнение на Вьес-Токса, слышали про такое? Ну, там, правильно, да? Ну, и вот, значит, при наличии всяких процессов там, вязкости диссипации, да, движение, значит, элементов сплошной среды, да, удовлетворяет уравнению на Вьес-Токса. Вот, это вот такое же, на Вьес-Токс, значит, плюс, вот давайте так, Душа, сделать набор В, В, да, сказать, на противиденте, трогу, минус радиент давления, да, радиент давления, и минус вот этот вязкий 4, плюс вязкий 4, да. Значит, здесь у нас В – это, ну, РО – это плотность следы, да, в данной точке, В – это поле скоростей, да, приаторная поле скоростей, скорости, линейта следы в данной точке, в данной моменте, ну, НАБУ – это оператор градиента, да, НАБУ – это, значит, В – это давление в данной точке, да, ну, а НЮ – это, ну, вот, коэффициент грязности, да, побольше он еще, коэффициент грязности, вот. Ну, и… То есть у нас перед, скобкой там не РОМ, а… РОМ. А НЮ? Чуть-чуть. А где коэффициент грязности? А, вот. Вот он, вот он, вот. Вот. Перед Лопассианом. Перед дельтой. Дельтой – оператор РОМ-класса. Значит. Ну, вот. То есть, вот, смотрите. Гидродинамические следы – это изначально нелинейный след. За счет вот этого вот свагаемого. Видите? За счет того, что вот сюда там В входит, ну, нелинейным образом, а В как… В на как радиент В, да, вот. Такое стоярное произведение. То эти следы изначально нелинейны. Это так называемая гидродинамическая нелинейность вот такого типа. Значит. Ну, или в одномерном случае у нас было бы что? Допустим, В на В' да? В одномерном случае вот такого типа нелинейности – это гидродинамическая нелинейность. Вот. Ну, и дальше мы опять этим одномерным случаем ограничимся. Значит. Еще делаем следующее упрощение. Итак. Одномерный случай. Движение, значит, вдоль оси и х у нас. Поэтому В у нас уже не вектор, а, значит, можно рассматривать скалярную функцию. От х до В изменяется только в долях си и х направленным, либо положительным, либо отрицательным направлением. Вот. Дальше. Считаем жидкость несжимаемой. Значит. Ро равно константинам. Ро равно константинам. И, кроме того, считаем, что градиент и давление. Нам было p равно нулю, да? Ну, да. В простейшем случае можно вообще считать, что p равно нулю. Тогда у нас среда типа пыли какая-то будет, где столкновение между частицами грибки и в каждом давлении при нем режиме малого. Ну и либо вот в общем случае отсутствуют градиенты давления. Значит. И тогда вот это наше уравнение примет следующий вид. Да, мы еще обозначим за ню, ню деленное на рома. Это вот как бы коэффициент, вязкость там на единицу пола. Тогда уравнение вот такое. Ну давайте вот так мы пишем. В по Т плюс В В по Х, да, равно, значит, ню В по Х. Значит, ну понятно, да, вот производные, если у вас не было такой формы записи, я думаю, что В по Х означает производные для его ПДП, да. А там, допустим, ВМИСХ, это вторая производная, да, и в этом есть ваша. Ну вот такая достаточно компактная форма записи производных, которая сейчас вообще принята. Вот это уравнение и есть уравнение бюркости. То есть это уравнение движения несжимаемой жидкости в отсутствие градиента давления. И вот это уравнение бюргерса имеет решение в виде стационарных пол. Ну мы не успеем, но хотя бы что-то там начнем и закончим уже на следующем. Итак, опять считаем, что В у нас, раз волна стационарная, В зависит только от Кси, это Кси, это Х минус Ц в Т, так, фазоволны, фронт волны распространяется к В оси Х. Ну и, соответственно, производная, там, В по Т, да, мы ее вычисляли, это минус Ц в штрих. Штрих – это производная факси. Ну и так далее, как в прошлом параграфе все делаем. В результате получаем следующее уравнение. Ну и опять его записываем вот в таком виде. Значит, минус В в штриха в одной части оставляем. Дальше. Минус Ц в штрих – это вот особая. И еще, значит, В минус В в штрих. То есть в обратном порядке, с право на лево. Ну и опять видно, что это, значит, некий аналог второго закона Ньютона, ну вот, правда, с такой своеобразной силой, опять. Ф, да, то есть это вот, значит, Н Х с двумя точками равно Ф, да? Причем Ф зависит. Здесь от Х с точками у нас, и от Х – неземейная сила. Ну, значит, в нашем случае это сила Ф равна В минус С, да? Ну, давайте через Х будем писать. Х минус С, значит, на Х точке, да? Ну, вот если бы Х выкинули здесь, была бы сила тренинг, да, вязкость. А тут еще есть Х, и что может Х? Он может, в принципе, значит, если он не меняет знак, то это какая-то, ну там, нелинейная вязкость. Но Х, при больших Х, знак может измениться, да? И тогда у нас вместо вязкости уже там какие-то накачки энергии. Ну вот, то есть опять получили аналог второго закона Ньютона, но уже, видимо, анализом мы займемся на следующем занятии. Да, ну, а тут пока еще минутка есть, опять аналогия. Итак, массе у нас соответствует вот эта вязкость, да. Значит, скорость элемента среды у нас Х соответствует координате Х. Ну, к С, опять, это время, времени соответствует. Значит, ну вот если как бы считать вот этот член, все-таки вязкой силой, да, линейной вязкой силой, то вот эта скорость опять будет соответствовать, ну, зашим координате ситуации, как в том случае, как у нас там, в предыдущем параде. Ну, а это вот какая-то невинейная добавка такая странная. Вот, произошедшая за счет гиперномочной. Ну, все, ладно. Ну, вот так. Ну, вот так. Ну, вот так. Ну, вот так. О, АП. Ну, вот так. Ну, вот так.